Еще совсем недавно этим малышам было некуда деваться. Их детский сад не отвечал санитарным нормам, его пришлось срочно закрыть. Детский сад с 80-го года у нас функционирует, пришло все в негодность. И вот на сегодняшний день, то есть мы делаем капитально. Когда к муниципальным средствам добавились нефтяные, капитальный ремонт в Курманаевском дошкольном учреждении сумели выполнить за минимально короткие сроки. В группах появилось все необходимое для того, чтобы дети чувствовали себя почти как дома. Мы работаем очень часто с представителями ТНК-БП, и они вот сколько я не обращалась, постоянно, то есть отказа никогда не было. Впрочем, ТНК-БП поддерживает не только детские сады. На деньги компании строятся больницы, ремонтируются дворцы творчества, организовывают праздники для ветеранов. Это лишь часть благотворительной программы нефтяников. Успех ее очевиден. Там, где компания ведет добычу, развивается собственное производство и территория в целом. За счет проектов ТНК-БП существенно пополняется региональный кошелек. Область не только получает поддержку нефтяников, но и также идет навстречу компании. Например, за счет налоговых вычетов. Это увеличение составило чуть более 2 миллиардов рублей. Я думаю, это достойное увеличение. И все те показатели, о которых говорили нефтяники, когда выставлялись на льготу, они оправдали. Каждый год компания ТНК-БП подписывает соглашение с правительством области и главами районов. В этих документах оговаривают, на что и сколько денег готова дать компания. Это большие вложения, но нефтяники считают их необходимыми. Екатерина Тихоненко. Наше время.